Доброго времени суток, любители фэнтези, орков и гублинов. С вами Алекс Хром. Вы смотрите один из самых веселых, позитивных и полезных игровых каналов. Сегодня темой обзора стала игра Stix, Master of Shadows, созданная студией Suicide, Each Focus Interactive. Возможно на фоне других осенних новинок ее не заметили, но если вы краем уха слышали о ней, то вы по адресу. Ведь я расскажу о всех особенностях всей игрули, о наглом и скользком гоблине-матершиннике, стражниках-даунах и том, как круто быть вором-рецидивистом. По поводу геймплея, друзья, разговор будет длинный. Играем за Стикса, гоблина, который хочет узнать историю своей расы и своей семьи. Стикс это вор-рецидивист, опасный кент из мира реальных братков. Не один год сурок мотал, в общем, фраер проверенный. Самое забавное в игре это персонаж. Разрабы часто подкидывают нам качков-торчков, ну или крутых парней. Возьмите хоть Срузис, Буллит Шторм, да вообще чуть ли не каждый шутер или экшен завязан на крутом перце, насаживающем врагов на кактусы и водящих их мамок в кино. Здесь Чпокусы подкидывают нам совершенно другого героя. Он не добрый, не справедливый, не сильный, а наглый и алчный. Иными словами, он кусок говна, или в простонародье гоблин. Нет, это не тот гоблин. Так или иначе, персонаж уникальный и неординарный. Смешит в нем и его корявость, и его пятиэтажный мат, которому бы позавидовал любой сантехник Вася. Управление этим персонажем реализовано на ура. Ты чувствуешь, что он мобильный и ловкий, не такой грузный и толстожопый, как во многих современных играх. Но в силу своей расы, стикс хлипкий, как сопля зеленая, и растекается в унылую кучку при трех-четырех ударах. Но это и не мудрено, ибо игра в жанре «тише воды, ниже травы», с примесью РПГ. Поэтому придется прятаться, красться и не попадаться страж на глаза. Для этого рекомендуется держаться в тени и тушить свет. Стражи, к слову, отбиты напрочь. Чувство такое, что местных охранников долбили в детстве чугунными сковородками, или младенцами роняли в тазик. С лавой. Баланс держится таким образом, что NPC, они же боты, нереально тупые. Поэтому заметить вас им трудновато. Но если заметят, то тут уже чувство, что каждого странника обучал Брюс Ли вместе с Чаком Норрисом. Так что лучше на глаза им не попадаться, иначе завазилинят по самой гланды. Бегаем, тихо убиваем стражу, прячем трупы. Прятать можно как трупы, так и свое хилое тельце. Напоминает систему в Outlast или Dishonored. Когда залезаем в ящик или шкаф, вид становится от первого лица. То же самое в узких ходах, дичайше напоминающих вентиляцию в играх про Битмана. Там, если помните, вид при нахождении в вентиляционном ходе был от первого лица. Присутствует в игре и взлом. Но ковырять, слава богу, ничего не надо. Стикс сделает все сам. Просто сажали кнопочку и ждемс. Есть полезная тема, тоже, правда, подтыренная, но все-таки. Можно заглянуть в замочную скважину и оценить окружающую обстановку за дверью. Также есть и клоны. Это такие же гоблины, но еще тупее. Из специальной энергии, янтарной, можно лепить таких холопов, которые будут работать за вас, отвлекать стражу, тянуть рычаги и заниматься прочей рабской работой, пока вы валяете дурака или упаздите стражников. Ну и о системе прокачки. Она и есть. Существует несколько разделов, в которых еще по 4 раздела. В общем, сказать, что они классические, это ничего не сказать. Короче, ребят, они классические. Влияют на скрытность, позволяют вытворять новые фишки и вводить стражу вокруг паль. Тут все не по-голливудски, но опять-таки оригинально. Чпокусы когда-то порадовали меня более-менее сносными играми по Игре Престолов. Шикарному сериалу, который славится обилием порева, крови, бурления говн, тем, что Джоффри убили, а Джон Сноу до сих пор жив. Ну и прочими разными сюжетными поворотами. Но меня понесло не туда, лучше все-таки вернемся к нашим гублинам. Чпокусы любят средневековье, игры у них получаются очень теплыми и атмосферными. Поэтому Стикс, Мастер оф Шериллс не исключение. По замесу мы вор в законе, проверенный у братков воротила, за своих моргалов выколем и за базар ответим. Такого подсадной не расколешь, авторитет обоснованный. И ищет он информацию о себе, о своей расе в целом. С этой целью Кент прорывается в огромную помпезную башню, где хранится золотое дерево, ну точнее янтарное. И пока люди рвут жопы эльфам, Стикс под шумок продвигается к своей цели. Двухсотлетний гоблин не церемонится с врагами, стоит за корешей и вообще на явках не колется. История полна интересных поворотов и следить за ней увлекательно. Сюжет повторюсь не на Оскар, но приятную атмосферу всей игры дополняет. Не могу объяснить почему, но игра чертовски затягивает непередаваемые словами атмосферы. Чаще всего задротишь на игры с открытым миром или онлайн, вроде Дотки или КС. Но тут цепляет сама атмосфера, локации и сеттинг чертовски крутые. Правда я нашел схожесть с Биошоком, вся эта высота и так далее. Чем-то игра Инфинит напоминает, правда скорее Инфинит в мрачных красках. И вообще игра пропитана темной, но не отталкивающей атмосферой. Многие локации относительно открыты. Их размер не слишком большой, но их реально можно исследовать, попутно прячась от стражников. Ощущения довольно забавные и не сравнимые с другими стелс-экшенами. Не самая лучшая сторона игры. Любители пофапать на отличную картинку останутся довольными, если в их распоряжении нормальный ПК. А если нет, то выхода 2, удалить игру или просить у мамки денег на видеокарту. В общем, если вы выкрутите настройки на достаточно высокий левел, то плюшечки вам обеспечены. На низком уровне качества игра выглядит как унылое говно, хотя таковой не является. Оптимизация тоже не айс, ибо писать видео на средненьком компе трудно, FPS так и норовит упасть. Я, конечно, не графодрочер, но игра в некоторых моментах выглядит на 2009 год, а это уже, извините, 5 лет давности. Поэтому, если вы при виде графики GTA Vice City говорите, что игра говно, несмотря на её культовость и шикарную атмосферу, то истикс не для вас. Порадовал тот факт, что настройки разрабы пилить не разучились. Во многих современных играх можно выбрать лишь один параметр, соответствующий общей графической характеристике, ну, типа унылое говно или супер-пупер ультра. В стикс каждый параметр от тени до фильтрации текстур можно настроить под свою систему. Игра, безусловно, классная. Весёлая, с хорошим ярким чувством юмора, интересными локациями и геймплеем. В подобные игры нам приходится играть нечасто, и в последнее время стелсами нас мало радуют, либо радуют второсортными продуктами. Стикс – это отличный пример красивой и атмосферной игры, которая скрасит вам пару-тройку вечеров. Среди явных плюсов упомянута атмосфера, отличный геймплей стелса и харизматичный персонаж. Минусы игры тоже есть – графика, низкая оптимизация, не самая лучшая музыка, которая слабо передаёт стиль игры. Итак, моя оценка – 8 кружек янтарного пиваса из 10. С вами был Алекс Хром. Не забудьте поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось, и подписывайтесь на канал для новых обновлений. Кстати, у нас есть довольно неплохая группа ВКонтакте, так что добро пожаловать, камрады! Я буду рад, как гоблин, объявшийся янтаря, если вы посмотрите мой обзор на Alien Isolation, а также на игру Destiny. Субтитры сделал DimaTorzok